Он писал всегда, будто делал фотографические очерки, очень точно передавал действительность. И мало кто знает, что русский писатель Евгений Николаевич Чириков был еще и фотографом. Творчество популярнейшего в начале прошлого века писателя, к сожалению, известно сейчас лишь специалистам. А Дарил Потомков, тем не менее, автор этих снимков, интереснейшим и уникальным наследием. Как-то перелистывая газеты, Нижегородские губернские ведомости, я прочитала, что уезжают великие русские писатели с Нижнего Новгорода, он приезжает навсегда в Петербург. Все, кто может проститься с ним, попрощаться, могут подойти в вагон такой-то, поезд такой-то. Меня вот это удивило. На перроне будет прощание, поскольку он уже навсегда переезжает жить в Петербург. И меня это удивило. Думаю, насколько он был известен, оказывается, в то время. Литератор-журналист, фотокорреспондент, он поехал в начале 20 века на Балканскую войну, чтобы своими глазами увидеть беду и разрушение. И как военный корреспондент привез целую серию пронзительных фотографий. На них и бравые вояки, и дети войны, оставленные города и тихие гавани. Увлекся фотографией Чириков вместе с Леонидом Андреевым. Дружил и с Чеховым. И долгое время талант Евгения Николаевича оставался в тени Антона Павловича. Удивительных моментов в биографии писателя Чирикова немало. Вместе с Владимиром Лениным он был исключен из Казанского университета за участие в «Беспорядках» в 1887 году и выслан в Нижний Новгород. Здесь обзавелся большой семьей, а дочь назвал новеллой. Почему так лирично, не мог объяснить даже друзьям. Почему он так назвал новеллу? И он даже, когда на этот вопрос ответил, вопрос Чехов ему задал, то он тоже не смог ответить. Говорит, ну, назвали так новеллу. А Чехов тогда ответил, ну, хорошо, если она хорошенькая. А вдруг это будет некрасиво? Говорит, нет, она очень миленькая. И вот когда она вышла замуж, первый муж ее был Геннадий Рождественский, получилось «Рождественское новелло» – такое красивое словосочетание. Все фотографическое наследие подарил Нижегородскому музею внук Чирикова. А его внучка Валентина Георгиевна на открытии выставки делится воспоминаниями о большой семье, мягкости, характере и всенародной любви к писателю. После революции он эмигрировал. Но душа, как вспоминают близкие, навсегда осталась на Волжских берегах. Мария Ульянова, Максим Веселов, Объективно, ННТВ.